Тепловые узлы и коллекторы в Чите каждую осень превращаются в своего рода мини-жилища. Вокруг горячих труб стоят какие-никакие кровати. Из подручных материалов, в основном бутылок, сооружены места для гигиенических процедур. Здесь живут лица без определенного места жительства. И такие условия их, кажется, вполне устраивают. Расскажите о тех причинах, которые поспособствуют. Вы тянет уже к такой жизни просто. И давно вы такой жизнью занимаетесь? К сожалению, обитатели коллекторов зачастую являются причиной возникновения пожаров, в которых сами они и гибнут. Сотрудники МЧС каждую осень проводят рейды по таким местам и разъясняют бездомным правила поведения в их временных жилищах. Предупреждают о запрете применения открытого огня в колодцах из-за стесненного пространства. Достаточно одной-двух минут, чтобы дым заполнил коллектор и привел к гибели его обитателей. Но прислушиваются к спасателям далеко не всегда. Распивают спиртные напитки, злоупотребляют и пользуются открытыми источниками огня. Курят в нетрезвом состоянии. Только за октябрь-ноябрь в двух коллекторах два человека получили травмы, один человек погиб. Сегодня такой же был пример, только это было неэксплуатируемое здание. Человек в ночное время уснул в состоянии алкогольного опьянения. Сигареты получил, ожоги в итоге лица и конечности. Оставлены городскую больницу. Сегодня рейд прошел в микрорайонах Каштаг и Октябрьские мероприятия продолжатся. Если вы стали свидетелем проживания бездомных в помещениях, не предназначенных для жизни людей, сообщите об этом в полицию или на телефон доверия Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю. 35 61 61. Полина Харченко при содействии пресс-службы МЧС России по Забайкальскому краю. Пресс-службы МЧС России по Забайкальскому краю.